Всем привет! Ну наконец-то мы подошли с вами к финальной черте нашего проекта, а это проект по перестройке набора 42114 в новую модель. Перед вами проходимый внедорожник с ДУ управлением, который выполнен в стиле грузовика Дакар. За исключением одного кардана набор полностью собран из деталей набора 42114. Оригинальный 42114 прекрасный набор, это отличный представитель серии техник, ведь здесь упор сделан на то, что мы так любим. Функциональность, сложность и все это действительно работает, однако как это часто бывает в сложных моделях, обратная сторона этой сложности это очень медленная работа функции и конечно же он не очень проходимый, не очень интересный в игре. Это его единственный минус, который при этом не делает модель неудачной. Но так как я люблю больше катать машинки по бездорожью, то я попытался исправить это, сделать его более играбельным. Моей целью было сделать эту машину не только более проходимой, чем оригинальная модель, но и приблизить ее к новичку, так называемому эталону среди внедорожных грузовиков. Это Mercedes-Benz Zetros 42129. А конкурировать нам с Zetros будет непросто, потому что в Zetros у нас стоят новейшие планетарные редукторы, понижение в которых гораздо больше, чем те, которые дает нам портальный редуктор. Теперь это уже олдскульное решение. Ну и плюс плечо обкатки переднего моста с портальными редукторами, оно тоже достаточно большое в сравнении с теми же планетарными редукторами. Как вы помните, в последнем видео я вел речь о том, чтобы сделать бескапотный грузовик, ну что-то типа старых наших КамАЗов бескапотных. И сзади был у меня такой достаточно квадратный корпус. Однако я учел ваши пожелания и не стал плодить буханки. И вот у меня вот родился такой вариант. Что я сделал? Я просто взял кабину от Zetros, которой я придерживался с самого начала, и нарастил ей нос. Что из этого получилось, вы можете видеть сами. Конечно же, без этой арки я бы не смог сделать такую удачную форму капота. Как мне кажется, арка просто здесь затащила. Арка просто тащит и реально вытягивает форму, делает ее классно. Вот эта черная окантовка, форма необычная. Просто идеальное решение. Спасибо за вашу обратную связь. Если бы не вы, то наверняка бы я так и остался в бескапотной версии. Сзади я нарастил короб и сделал его не просто квадратным, а сделал таким аэродинамическим. То есть, у меня он после кабины немножко занижается. Сзади есть вот такой вот хвостик-спойлер. Я думаю, что не нужно спорить о том, что прижимная сила на задней оси нужна. Но если мы говорим о дакаровском грузовике, напомню, у нас это все-таки медленный проходимый внедорожник, типа Trial. И для того, чтобы модель смотрелась гармонично с новым капотным форматом, мне пришлось увеличить колесную базу. Примерно на 4 студа я ее увеличил. И она все равно не дотягивает до колесной базы Zetros. Шасси рассчитано на колеса стандартного размера, а именно 94-95 мм. При этом вариантов установки RC резины большое множество. Любопытный вопрос, можно ли поставить сюда 108 покрышку. Вы знаете, я примерял, когда строил модель, и она, по идее, должна сюда войти. Однако при повороте передней оси, смотрите, я первый раз поставил правильно рисунок протектора. При повороте передней оси у нас, возможно, будет задевать протектор либо за бампер, либо за этот аэродинамический обвес, который, к слову, можно будет снять или немножко переработать. В любом случае, крест на этих колесах я не ставил, поэтому, если кто-то будет потом собирать эту модель, обязательно попробуйте ее с этими колесами. Но я все-таки рекомендую придерживаться стандартных покрышек, потому что их размер достаточный. Плюс, если мы поставим сюда колеса, которые я ставил на Z-Tros, мы очень сильно выиграем в сцеплении. Подвеска у нас очень хорошо качается и центруется обратно. Это то, что я хотел с самого начала, и она действительно работает. Конечно, мы не можем вот так вот подбросить машину, чтобы она поружинила полностью двумя мостами. У нас работает только функция качения, но главное, что она работает, у нас есть нормальная центровка. Но важное замечание для того, чтобы у нас модель очень хорошо центровалась, мне нужно было максимально низко опустить все тяжелые элементы. Поэтому моторы расположены в базе, а батарейный блок находится прямо в центре шасси, прямо поверх моторов, то есть вплотную лежит на моторах. При этом блок лежит плашмя, а не как он стоит во многих моделях вертикально. Это, опять же, придает модели лучшую устойчивость. Если вам интересно, какое здесь передаточное отношение, то оно составляет 14-14, потом 12-28 и в порталах 8-24. Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте пробежимся быстренько по внешке. Бампер, я, честно говоря, был вдохновлен дизайном именно от Zetros. На бампере стоит мощная люстра с каркасом защитным и четырьмя фонарями-прожекторами. Справа установлен шноркель. Конечно, на дакарском грузовике он не нужен, но для отриальной версии наверняка пригодится. Сделал он с помощью гибкой оси, на которую насажены вот такие вот один на один круглые лифт-армозы. Под капотом у нас фейковый нерабочий макет двигателя. Забегая вперед, скажу, что деталей осталось достаточно, и можно было сделать даже привод от одного из моторов, чтобы у нас под капоткой что-нибудь вращалось. Например, два вентилятора охлаждения. У нас они в наборе есть, и можно было реально сделать движущиеся элементы двигателя при езде. Однако у меня времени на это было не очень много, поэтому я оставил просто фейковый мотор, и там тоже есть механизм для контроля центровки колес. Сверху у нас есть воздухозаборник. Если у нас мотор установлен под капотом, то наверняка он не нужен, однако нужно понимать, что очень часто сзади ставят дополнительные радиаторы охлаждения, и поэтому для них нужен будет воздух. В кабине у нас один черный ковш и панель приборов. Там есть такие даже циферблаты, подобие циферблатов, центральная консоль. На второе кресло такого же дизайна мне не хватило деталей. Однако, опять же, детали есть, можно сделать некое подобие этого кресла в упрощенной версии. Есть зеркала, которые также используют наклейки оригинального набора. По боковым частям у нас есть ступеньки, лесенки, всякие поручни для того, чтобы можно было легче забираться наверх. В задней части у нас два запасных колеса, есть фары, довольно-таки хрупкая деталь, которую я пока не закрепил как-то более надежно, но вот они есть, чтобы пройти сертификацию по ГОСТу. И вот арка еще одна, которая идеально вписалась здесь снизу. По передней части, по переднему мосту была такая проблема, что у нас колеса вот так вот немножко домиком расползались, сейчас этого нет. Все дело в том, что я изначально ставил туда безфрикционные пины, которые имеют небольшой люфт, зато свободно позволяя деталям вращаться в месте шарнира. Однако мне пришлось заменить на фрикционные пины и сделать снизу еще одну растяжку, которая к тому же у нас закрывает немножко, защищает дифференциал. В идеале, конечно, было тягу провести прямо вот здесь вот снизу, между этими точками, однако в этом случае у нас бы уменьшился клиренс. Появилась защита. И, конечно же, я добавил то, что вы просили, а именно блокировку заднего дифференциала. Мост пришлось полностью пересобрать на рамках, на больших рамках, там несколько рамок, и появилась вот такая вот блокировка. Причем она работает механически, то есть мне нужно вот таким вот образом поворачивать вот этот лифтарм. В дальнейшем я, скорее всего, немножко доделаю механизм переключения, чтобы он был более таким простым и явным, но вот на сегодня он вот так вот работает. Я, честно говоря, вообще не сторонник этих блокировок, потому что с заблокированным шасси очень легко сломать, покромсать шестеренки на каком-то сложном препятствии. Поэтому при тестировании модели я буду больше все-таки рассчитывать на то, что у модели очень хорошие ходы подвески. Этого должно быть достаточно для того, чтобы проезжать большинство препятствий, в том числе диагональные вывешивания. Еще один момент. В предыдущем видео я сетовал на то, что у нас плохо возвращались колеса в центральное положение. Эта проблема была именно софта. И в первую очередь подозрение пало на приложение Controls. Это разработка нашего отечественного LEGO фаната. который сделал альтернативное, более удобное приложение для работы с Powered Up электрикой. Однако после того, как я подключил блок к родному приложению Control Plus, он обновился. Возможно, обновились моторы, я не знаю. Но у меня все заработало нормально. И теперь в приложении Controls от Максима все работает идеально. Вот что у меня осталось после сборки модели. Деталей достаточно много. Актуаторы остались, которые, к слову, можно было использовать как глушитель выхлопной системы. Я бы закрепил сюда вот этот патрубок. Закрепил бы где-то позади кабины его. Но мне не понравилось то, что они тяжелые. Внутри стальной стержень, который добавит веса и без того тяжелые модели. У нас остался дифференциал один. Два портальных редуктора. И вы знаете, на самом деле, когда я строил, я вообще подумывал о том, чтобы сделать еще одну ось. Тут реально достаточно было деталей, чтобы сделать его 6х6. Однако я помню, что для того, чтобы вращать дополнительные два колеса, мощности одного мотора может уже не хватить. И в идеале было бы делать модель с тремя ведущими моторами, чтобы у каждой оси был свой мотор. Поэтому я решил не экспериментировать. Все-таки задний мост более нагружен с точки зрения тяги. И поэтому я решил остановиться на одной оси. Возможно, кто-то из вас захочет вместо вот этого большого корпуса просто сделать длинно-базную версию 6х6. Это вполне возможно. И, кстати, остались даже наклейки, которые я не задействовал. Конечно, если они будут наклеены на модели уже, ничего страшного. Вы можете их использовать. Но деталей реально много. Реально много осталось. Я уже просто не знал, куда их применить дальше. В этом видео мы не будем тестировать и сравнивать модель именно с Zetros. Но это будет тема для следующего видео. Или одного из следующих видео. Честно говоря, я не строю иллюзий по поводу конкуренции. Потому что там, как я сказал, планетарные редукторы. А здесь всего лишь олдскульные порталы. И все-таки планетарки, они более живучие и более тяговитые. Но я думаю, что мы близко приблизимся по производительности. Вы пока еще здесь. Я вам не показал еще один сюрприз. Я прекрасно понимаю, что на таком тяжелом кузове будет непросто тягаться с Zetros. Поэтому у нас есть чит-код. Легким движением руки мы превращаем модель в триальный грузовик. А вот этот вот кожух, который весит, наверное, 200 грамм, не меньше, идет на покой. Ну и колесо здесь не закреплено. Оно просто лежит в арке. И, кстати, надо его, наверное, все-таки закрепить. Ну, есть что еще улучшить. Или вообще без колеса поедем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 От вас я попрошу максимального вовлечения в данное видео, а именно максимально активного участия в комментариях под видео. Это поможет данному видео хорошо продвинуться. И чем лучше оно продвинется, тем более вероятно, что я сделаю для данной модели инструкцию, с которой поделюсь с вами. Я напомню, что модель была предоставлена для данного проекта компании Лего. Спасибо, что смотрели. До скорого. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова